Дайте слово, слово шефу, блюд различных ассорти. В нашем шоу нет запретов, мы едим после шести. Здравствуйте, дорогие друзья! Я с вами Диана Эстер и в эфире программа «Есть после шести». Дорогие друзья, у нас сегодня в меню очень необычные рецепты. А какие вы сейчас догадаетесь сами? Секундочку. Та-дам! И как вы догадались, сегодня у нас в меню блюдо индийской кухни, друзья. Что мы будем сегодня готовить? Рис, куриная голень с приправами по-индийски. То есть у нас приправы идут карри. Это карри кладут во все блюда индусы. И будет у нас хлеб, который они едят, постный хлеб. Это называется чапати, этот хлеб. Сначала мы заведем тесто. На тесто у нас идет 350 грамм муки. У нас обычная мука, но обычно индусы используют цельнозерновую муку. У нас такой, к сожалению, нет. Будем делать из того, что есть. 350 грамм муки. 200 миллилитров воды. Вода должна быть горячая. У нас идет еще чайная ложка соли, но мы лучше сейчас растворим соль прямо в воде. Две столовые ложки растительного масла. И начинаем размешивать. А знаете, что это такое у меня? Бинди она называется, штучка эта. Оно означает то, что женщина замужем. Так, теперь еще. Перемешиваем. Смотрим по консистенции. Главное, чтобы тесто было не слишком тугое. Это самое наипростейшее тесто, что можно вообще приготовить. Тесто постное. Его можно употреблять в пост. Так, все. Сейчас я буду вымешивать руками. Тесто любит руки. Так что в перчатках этого... Конечно, можно это делать в перчатках, но нежелательно. Тесто любит руки. С помощью рук тесто наполняется кислородом и становится эластичное, мягкое. Теперь нам нужно вымешивать до тех пор, пока тесто у нас не остынет, так как вода у нас была горячая. Мы вымешиваем его до остывания и убираем на 20 минут отдыхать. Подсыпаю муку на стол и буду уже интенсивно вымешивать на столе. Все. Я в детстве, когда посмотрю индийские фильмы, там с Митхуном Чакраборти. Кстати, мой любимый актер Шакрук Хан. Я люблю фильмы очень с ним. И вот когда вот эти вот, как они называются, мюзиклы, да, где они поют, танцуют, в каждом индийском фильме есть такой мюзикл. И вот когда насмотришься вот этих индийских фильмов, я делала как? Открывала шкаф и искала какие-нибудь красивые цветные платки, шторы, что я только там не находила. И все на себя вешала и делала себе такой самодельной сарей, да. И опять включаешь фильм в те места, где они поют и танцуют. И подтанцовываешь им. Вот большинство так делали. Те, кто любил смотреть индийские фильмы. Вот. И я в том числе. Так, вымешиваю. 20 минут это минимум. Лучше тесто все-таки оставлять на полчаса. Лучше вообще на 40 минут, чтобы оно прям отдыхало. Видите, оно у меня мягенькое при этом. Вот, какое мягенькое. При этом не липнет к рукам. Все, мы его вымешиваем хорошо. Готовится у нас на сковородке без масла. Масла нам не нужно. Готовится очень быстро. Эти лепешки можно использовать, ну, по-всякому. Можно просто, ну, как хлеб, да, например. Вы покупаете хлеб или там нет у дома хлеба, быстренько завели тесто, сделали лепешечку. Они у нас двуслойные идут. Можно начинять всякими разными ингредиентами. Вот, например, как ролл делается, да, в лаваш заворачивается. А тут ничего не нужно заворачивать. Пожарили лепешечки, надрезали. Там очень такое углубление хорошее. Надрезали и кладете все, что вам в голову придет. Все самые любимые ваши ингредиенты. Так, все. Тесто готово. Я его отправляю отдыхать. Итак, друзья, пока наше тесто отдыхает, мы займемся приготовлением куриных ножек. Для начала мы их посолим. Пусть они две минутки соли постоят. И мы будем обжаривать их на масле на среднем огне. Потом мы будем их тушить. Еще хочу немного посолить. Так. Масло. Ну, немного масла. Нам нужно просто обжарить хорошо ножки со всех сторон. Здесь в глубокой кастрюле я буду обжаривать наши овощи. Нарезаем болгарский перчик на тоненькие ломтики. Вот такие тоненькие. Вообще сама я острая люблю сильно острая. Кстати, можно сказать, что у меня есть индийские корни. Знаете, то, что мой дедушка родной, назовем так, русский индус – это цыган. Вот так вот. Кто знает или интересовался историей, цыгане – это напрямую выходцы из Индии. Потому что, ну, у цыганей нет нации ни дома, ни села, ни дома, да, как говорится. А все потому, что их дом – это Индия. Это было очень давно. Ученые генетически доказали это. У меня цыганская кровь, значит, индийская кровь у меня. И поэтому, наверное, я к острому очень так лояльно отношусь. Накалилась у нас сковородка. Сейчас я буду перемещать нашу голень на жарку. Так, у нас еще и накалилась кастрюлька. Залью масло. И сейчас уже будем помещать овощи. Будем жарить все сразу. Вот как замечательно у нас все вместилось. Накалилась, аж у нас дымится. Отправляем жариться перец. Переем лопаточку. Нам нужно хорошо это все обжарить. Теперь лучок нарезаем кольцами, полукольцами. Солить мы тоже будем в конце, уже когда я перемещу голень в нашу кастрюлю. Потому что голень я и так посолила хорошо. И всю лишнюю соль голень отдаст в подливу. И там, если будет недостаточно, я уже буду смотреть и пробовать, и добавлять. Добавляю лук. Лука много. Целая головка идет. Помидорка у нас идет чуть-чуть попозже. Сейчас нам нужно это обжарить. Будем переворачивать щипчиками нашу голень. Теперь я нарежу помидорку и лучок. Сейчас она у нас тушится начнет. Пока она у меня тушится, я нарежу лук. Лук не сильно мелко. Вот так вот. Все. Пусть он у нас подготовленный. Петрушка у нас идет уже для украшения в конце. Чеснок. Два больших зубчика или четыре маленьких. Вот у меня четыре маленьких. Убираем. Перемешиваем. Солить будем в конце. Потому что у нас голень соленая. Теперь самый такой момент интересный. Приправа карри. Вот всю пачку, то, что вы купили, сыпем ее всю. Потому что этого и так мало. Они, индусы, карри используются в очень больших количествах. Аж до приторности. Но мы не будем сильно приторно делать. У нас тут полпачки. Вот какой у нее цвет. У карри. Она очень ароматная. Очень пикантная приправа. Я ее очень люблю. Карри. Молотый имбирь. Можно использовать обычный имбирь. Мелко резать его не нужно. Главное, чтобы он свой запах отдал. Большими кусочками имбирь нарубили и положили. Перец черный молотый. Кориандр. Кориандр. Мускатный орех. Так. Все приправы я подготовила. Копченая паприка. Можно обычную паприку. Ну, с копченой будет ароматнее. Вот наша зажарочка. Вон. Уже запах пошел просто невероятный. Паприки много. Нам нужно, чтобы у нас прям такой подлив цветной, прям красный такой был. Насыщенно. И перец красный. Немного положу. Все, достаточно. Теперь мне нужно налить сюда полстакана воды. Я набираю воду полстакана. Теперь я буду класть голень и добавлю еще немножко водички. можно помещать нашу голень в кастрюльку и заливаем водичкой. Сейчас я все это сделаю и, дорогие друзья, спою вам индийскую песенку. У меня любимый фильм из индийских фильмов. Ну, это естественно, Митхунчик Раборти, Танцуй, Танцуй, Танцор Диска, это естественно. У всех, кто любит индийские фильмы, эти фильмы являются приоритетными. У меня мой любимый фильм Шакру Камханом и актрисой Каджол. Непохищенная невеста. Какой классный фильм. Я его пересматривала, наверное, раз в десять. И там был такой момент, когда она его долго ждала, Шакру Кахана. То есть они познакомились, получается, когда она уезжала учиться и потом он приехал к ней на родину. И там поле такое и они встречаются на этом поле. Вот видите, сейчас дорасскажу. Видите, какой цвет приобретает у нас наше мясо. Ой, какая красота. Все. Немножко наливаю водички. Мне нужно, чтобы наша голень здесь протушилась. Воду полстакана где-то примерно. Все. Пока оно будет тушиться, я вам спою песенку. язык хинди язык хинди очень прост в изучении именно почему-то русским людям. Почему? Потому что у них все наши буквы выговаривать легко. Их слова легко выговаривать. И они очень понятны. И вот они встречаются на этом поле, получается, и он посвящает ей песню. Песня очень красивая. Ту-че-ве-ка Ту-ye-ja-на-санам Пья-хо-та-хэл Дивана-санам Ту-че-ве-ка Ту-ye-ja-на-санам Пья-хо-та-хэл Дивана-санам Абья-ха-сэ-га-ха-та-е-хэм Хэй-би-ба-ту-е-джа-да-е-хэм Вот. Вот. Я пою, у меня аж мурашки. Я вспомнила этот фильм, у меня аж появились мурашки. Мне нравится именно партия, именно его, где он своим мужским таким тембром красивым пропевает. И если честно, мне не нравится именно когда начинается партия у девчонок. Слишком такой писклявый голос, можно сказать, даже на ухо немного давит. Вот. И вот он и посвящает эту песню, и все, у них там любовь-морковь, как говорится. Фильм очень хороший, я советую вам его к просмотру, если вы его еще не видели. Так. Продолжим заниматься нашей готовкой. Так, вон оно у нас тушится. Сейчас я попробую на соль. Я очень знаю много, кстати, вот песен индийских. я прям специально их заучивала, так как я являюсь вокалистом, и мне это вообще в принципе интересно. И я всегда заучивала. Так как интернета у нас не было в то время, перевод, мне очень был интересен перевод, да? Ну, а что тут еще сказать? Они поют все, все они поют о любви. Теперь посолить нужно. Я возьму вот так вот две щепоточки соли. Пробуем. Остренько, пикантно, вкусно. Достаточно 10, 5-10 минут. Нужно, чтобы наше мясо впитало в главное себя вот запах этих специй. Теперь перемещаем нашу голень на тарелочку и займемся рисом. Так, это я пока что уберу. Перемещаю. Вот какой цвет. Карри вообще безумно красивый цвет дает овощам, мясу, вообще блюдам. Перемещаю. Так. И рис у нас будет готовиться по технологии, можно сказать, плова. Я поставлю готовиться рис и займусь уже приготовлением. Буду подготавливать наш хлебушек к выпеканию. Потому что у нас уже постояло тесто. И его уже можно использовать. Так, все. Рис я промыла на три раза. Немножечко замочила его водичкой, чтобы он немного у нас разбух. риса примерно на такую кастрюлю примерно грамм четыреста, полкилограмма. Высыпаю сюда рис. Соль еще нужно будет добавить, потому что я буду заливать большое количество воды. И соль все равно нам понадобится. Все. распределяю рис, но не мешаю его. Я его распределяю вот таким образом, но не мешаю. Теперь нужно залить водички примерно на два пальца. Заливаю рис полдесертной ложки. Так, соль у нас была... Нет, еще хочу... Немножко добавлю, и все. К тому же попробую, если что. Будем по мере возможности добавлять. Теперь это я все убираю, я накрываю крышкой и ставлю на медленный огонь, чтобы у нас не пригорело. Достаточно время у нас тесто тут полежало. Теперь будем раскатывать. берем наше тесто. Присыпем поверхность стола мукой. Немного. Не нужно много муки, потому что, чтобы не затрамбовать наше тесто, то оно будет у нас жесткое, и лепешки выйдут. Они, конечно, получатся, но не такими, как задумывалось. обмакиваем и катаем вот такую вот колбаску. Такая колбаска у нас получается. Сейчас будем ее нарезать. Смотрите, я буду делать подача. Подача у меня будет на большом таком блине, на лаваше большом. Так что одну часть я делаю большую, чтобы мне раскатать ее на сковородке и на большой мы ее будем делать. И поменьше. это у нас уже будут лепешечки среднего размера. Вот так. Все. Теперь присыпаю мукой и делаю такие манипуляции. и сейчас я уже буду ставить сковородку. Сначала я делаю большой болин, большую лепешку. Для чего мне нужна большая лепешка? Это для подачи. На эту лепешку я буду укладывать наш рис. А потом уже я вам покажу, что я буду делать с мясом. Вот так. И теперь большой вот так вот. Все. Дощечка мне больше не понадобится. Начнем раскатывать. Мука еще в процессе может понадобиться, но оно в принципе и так уже не должно прилипать к столу. Но все равно. Берем скалку. Наша задача раскатать в форме круга. Желательно ровно. Раскатываем не сильно тонко. Если мы раскатаем сильно тонко, то это получится у нас уже не лепешка, а лаваш. Лаваш. Кстати, из этого же рецепта делаются лаваши. они готовятся в тандыре, в духовке, также в сковородке можно лаваши делать круглые. Все, раскатываем. Нам нужен кружок. И желательно раскатывать равномерно, чтобы у нас вот этого быть у нас не должно. Потому что когда начнет мы начнем их обжаривать, начнет выходить пар отсюда. И наша лепешка не поднимется. Вот так. Так, я думаю, на сковородку хватит нам. Так, защипнуть. Вот так сделать, чтобы как бы защипнуть наши края. чтобы они у нас не разошлись. Масла мы не кладем, не добавляем. Теперь наша задача с двух сторон обжарить. Вот, уже появляется у нас воздух. Оно уже начало подниматься у нас. Все, переворачиваем. готовится очень быстро. Так, плитка у нас, конечно, ядерная, огонь поменьше сделаю. Вообще делается на большом огне. Так. Все, ждем. Пусть у нас пропекается. Большой лаваш я буду использовать для подачи, лаваш. Большую лепешку хлебушек. А поменьше лепешки это как подачи просто. Когда она готовится, смазывается маслицом. Вот у меня есть сливочное масло. Оно у меня немного застыло. Сейчас мне нужно его немножечко растопить. Я вот таким методом сейчас поставлю на нашу кастрюльку. Она у нас горяченькая крышка. Вот, видите? И все. Она у нас уже начинает растапливаться. Просто пока я готовила, оно мне было растоплено, и пока я готовила, оно мне не застыло. Все, вот так. Достаточно. Так. Все, лепешка готова наша. Рис у нас приготовился, и перед тем, как его перемешать, я добавила сюда лук-порей. Перемешала, и лук у нас получается одновременно чуть-чуть протушен, и одновременно он у нас хрустящий. Сейчас будем оформлять наше блюдо. Вот, большая лепешка, и на нее прям выкладываем наш рис. Вот таким образом. Рис не должен быть сильно рассыпчатым, немного даже клейким. Он так вкуснее получается. Он у нас хорошо протушился. так. Вот у нас прям лучок он сверху. Он у нас не потерял форму, и при этом он съедобный. Не сырой, и не вареный при этом. Так. Вот так. Все. делаем горочкой и чуть-чуть притрамбовываем. Так. Вот так. И по кругу кладем нашу голень. вот таким образом. Лепешки все мы пожарили, хлебушек наш. Сразу нужно смазывать сверху сливочным маслом. Они так вкуснее. Они у нас, получается, жарились без масла, и они сухие. Но можно этого и не делать. надрезайте и начиняйте чем-нибудь. Потому что там внутри пустота. Итак, дорогие друзья, мы оформили наше блюдо. Посыпали сверху петрушечкой. Ну, вообще, индусы в основном используют кинзу. Так что можете и кинзой сверху. Наш хлебушек готов. Все готово. В принципе, что еще могу добавить? А, индусы, как вы знаете, едят руками. Так что, если вы хотите попробовать всю кухню во всех ее прелестях, отламываем наш хлебушек и прям рукой зачерпываем, как говорится, рис и употребляем. Ну, все, дорогие друзья, готовьте с любовью. Вкусно приготовленная еда, это та еда, которая готовится с любовью для родных и близких. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин